Человечество имеет огромное количество лет, тысячелетий, я бы даже сказала, миллионов лет своего развития. Но история человечества не рассеивается в потоке времени. Все-таки не все обращается в прах. История эзотерики, крупица-крупицы, собирает свою кладовую знаний. И сегодняшняя гостья передачи «Избранный» – известный специалист по гаданию на кофейной гуще, по отливанию на воски, психолог Елизавета Зурначиди. Именно она сегодня в числе других гадалок по кофейной гуще воплощает в себе это древнейшее эзотерическое знание. Именно знание, именно информацию о том, что было, будет и есть человеком. А тот, кто проинформирован, тот, конечно, вооружен. Добрый вечер, Елизавета. Добрый вечер. Я вас благодарю за то, что вы посетили еще раз нашу студию, передачу «Избранный» теперь уже. Вы были у нас на передаче «Запредельное». И я хочу вас познакомить с моим соведущим Антон Митнев. Актер, поэт. Но, несмотря на все это, все-таки хороший человек. Я надеюсь. Очень приятно. Очень приятно. Я надеюсь, у нас будет знакомство приятное. Ну, колкости, может быть, будут. Все надеялись. Но не без этого. Ну, ему за колкости платят, да. Да. Конечно, немного, но... На этом месте все надеялись, что это будет без колкости, но не все проходило гладко. Елизавета еще работает с христианскими молитвами, потому что Греция – это тоже такой оплот православия. Вот. И помогает, правильно я говорю, да? Да, все правильно. Еще с точки зрения молитв христианских для решения разных проблем. Я просто удивлен, что с молитвами можно работать. Конечно. И работают и в мусульманстве, и в христианстве. Информация – это шикарная вещь. И в буддизме, и в индуизме. Нет, само слово «сочетание» – работаю с молитвами. Да. Обычно с какой-то матерью работаю. Ну, понимаете, Антон, когда вы начинаете решать проблему свою или клиента, вы не можете сказать, я тут отдыхаю с молитвами, вам просто деньги не будут платить. Ну, понятно. Пошел я немножко отдохну тут. У меня сразу возник вопрос. Я со стороны потребителей, я еще раз напоминаю, как относятся к людям, которые гадают на кофейной гуще. Говорят, ну, я там тоже увижу какую-нибудь штуку. Я вот, облака появляются, я тоже вижу какую-то фигуру. О, похоже там на это, это, на это. На кофе и дурак может гадать. Что вы ответите этим людям? Я что отвечу на этот вопрос, я отвечу так. Гадание на кофейной гуще, это все-таки идет, это уже семь столетий гадают. Раньше гадали на чае, потом стали гадать. Завезли кофе и... Да, завезли кофе и стали гадать. Когда вот досок кофе попили, что-то нужно разукрасить день. И вот начали они гадать, смотреть картины. И действительно интересные вещи выходят. Я хочу сказать, что, как относитесь, да? Дело в том, что все это индивидуально. Который человек реалист, он будет делать свои выводы какие-то. И вот у него есть цель, и он будет идти к этой цели, и он добьется этой цели. Если у него в голове, вот бывает на кофейной гуще просто как якорь. Якорь, вот он в воде, болтыхается туда-сюда, так у него и в голове. Он не знает, что он хочет. Он идет гадать, конечно. А гадание, оно подсказывает. Он когда заходит в тупик этот клиент, он думает, куда-то пойти погадать. Может быть, что-то скажут мне. И мы даем направление. Кто вот смотрит там карты, кто на кофейной гуще, подсказку какую-то. Может быть, он что-то думал, а мы немножко дополняем какие-то вещи. Это все зависит от человека. О которые люди сильные, ничему не верят, они всегда добиваются чего-то. Им это не нужно. О которые слабые, не уверены в себе, они идут... Вторым номером и хотят, чтобы были подсказки. Да, я так думаю. Я бы так ответила на вопрос. То есть сильно люди к вам не ходят? Есть, которые очень сильные, у которых затрудненные ситуации. Очень затрудненные. Они хотят узнать, стоит ли... Вот у меня часто клиенты давали деньги под проценты. Вот придут и говорят, Лиза, дать мне деньги под проценты. А потом посмотрите, а дам вам... А я вот так вот смотрю, стакан говорю. Нет, он очень хитрый, не стоит. Потому что там лиса. На кофейной гуще смотрится по животным. Вот бывает человек... Но я хочу вам посмотреть стакан. Вы возьмите вот этот вот... Мы до этого дойдем. Нет, вы помолите, я вам буду говорить. А, хорошо, давайте я уже начинаю молить. Потому что, да, вы помолите. И вот есть животные. Вот бывает человек, а голова лисы. А лиса у нас что несет? Несет хитрость, лицеперия, коварство. Деньги за шкурку несет. Да. Вот я клиенту говорю, вы знаете, у вас лиса, не стоит давать денег вообще. Вот. Так что вот такие вот вещи. Ну, приходят, я им говорю и показываю. Я не люблю, когда клиент приходит и говорит, скажите мне что-нибудь. А я вижу, он не верит мне. Ну, у меня такая вот вообще политика, в общем-то, в этом плане. Я всегда говорю, мне ничего не надо говорить. Я все вам скажу сама. И как только я закончу говорить, вы будете задавать вопросы, я буду вам отвечать. Вот так. И когда я уже все скажу, потом уже человек задает вопрос, и я уже отвечаю. Вот у вас вот это вот вышло, это вот это вот. И люблю показывать. Когда человек видит, он уже от меня встал, уже у него в голове какая-то четкость и ясность. Угу, примерно так. У меня вот вопрос. Вот то, что я мелю, это какое-то уже начало ритуала. Это уже процесс пошел, да. То есть вот то, что я на мелю, это уже прямым потоком просто идет в моем картинке. Вот раньше, помните, вот всегда вот мололи, вот сейчас электрические, конечно, кофемолки. А когда молишь, это уже какая-то информация считывается. Елизавета, а на какие вопросы вы можете получить ответы через кофе? Ну, я, конечно, не ясновидящая. Примерно, какие картины я вижу, я сама их сопоставляю. Это такая наука своего рода. Кто-то по-своему смотрит тоже на кофе, и он по-другому смотрит, но тот же самый ответ один. Вот четкости в этом нет. Но я в основном уже подключаю свою интуицию. Естественно, бывают такие вещи, которые, не знаю, подключаюсь я или что, ну, вот прям несет меня, вот говорить, говорить, говорить. А бывает тяжело. Когда человек мне не верит, мне очень тяжело смотреть стакан. Потому что он не верил, он душу не открыл. И я говорю, у вас очень мало, я вам скажу, вы как-то не открылись. Такое редко бывает, но бывает. Извините, а может быть кофе это только инструмент? Вы подключаетесь уже сразу к тому потоку? Нет, больше, наверное, кофе вот я вижу. Я одно время сон видела, у меня старцы приснились. Прям три старца. Я маме говорю, мам, мне что-то три старца приснились. Наверное, я вот на кофе гадаю, это, наверное, нехорошо. Я не смотрела. А меня прямо вот хочется мне смотреть. Мама говорит, нет, это три твоих ангелы-хранителей. Кстати, у нас у всех ангелы-хранителей есть. Вот выяснили недавно, да, что у меня тоже есть, оказывается. Посмотрим. А, мы можем и по кофе посмотреть? Да. Ну, давайте сварим тогда. Да, давайте сварим. Что тут намолол? Я там как мог. Потому что бывает на кофе, когда бывает месяц, это снятся очень сны. Я вот сны разгадываю. У нас у всех есть ангелы-хранители, которые нам подсказывают, но мы с нам не прислушиваемся. Мы соскочили и побежали. А когда ты задаешь, даже вот ложишься спать и думаешь, как мне вот с этой ситуацией разобраться. В первую ночь не приснится, может быть, сон. Во вторую ночь, в третью ночь обязательно приснится. И ответ на ваш вопрос. Только нужно знать и разгадать этот сон. Бывает, сны повторяются. Значит, до вас не доходит, подсказка идет, а вы не слышите эту подсказку. Мне один и тот же сон снится, я не могу понять. Или потому что вы не слышите и не видите ангела-хранителя. Вы вот живете своей жизнью и ничего не слушаете, значит, вам нужно прислушиваться. Это у каждого человека есть. Это, бывает, говорят, у меня не снятся сны. Просто человек загруженный, он действительно, опять я хочу сказать, реалист. Реально на все смотрит и по факту ничему не верит. Ну вот, допустим, как вы, Антон, да? Это тоже нормально. Да ладно, хоть кто-то сказал, что это нормально. Все-таки толика в нормальности у вас есть. Существует, оказывается. Да, это внушает надежду, да. Нет, это да, нормально. Это не сбежит? Нет, я вот сейчас смотрю. Мы же переживаем там. Бог с ним со мной, главное, чтобы у столик не залепить. Правильно варится кофе, с этой снимается пеночка. Это ваши денюжки. Даже когда варишь кофе, и бывает прямо на кофе пузырек. Так, это миллион. Да, я говорю клиенту, у вас скоро будут деньги. Да, я жду. Это сто процентов работает. А пузырика не было сейчас? Сейчас пока не могу сказать. Не пузыритесь. Вам бонусы, да, надо уже? Премию, бонусы. Мне всегда надо. Вы как-то сговорились, да, вместе? Тут премия, бонус. Вы мне должны премию, как ретагенту. Да, да, я же вот жду. Я вот жду посыл, чтобы она перепала. Сейчас чуть-чуть еще покипит. С пеночкой снимается. Поближе к нему, поближе, да. Сейчас как брызгать еще, как раз ко мне. Ну вот, теперь отливается потихонечку. Да, я положила сахарочек. Это важно, я без сахара никак не могу. Когда идут какие-то мистические вещи, Антон, при чем тут ваши земные привычки? Вы уж как-то не опошляете ритуал. Да, да, да. Терпите, пейте. А то опять что-нибудь нехорошее скажут. Это же не случайно тоже. Сразу полностью не выливается, а выливается потихоньку, как вы заметили. Чтобы всю гущу я вам не вылила, а вдруг у вас там гуще будет. Я скажу, я ничего не вижу. Греки говорят ористы. Пожалуйста. Держите правой рукой, загадывайте, что не есть. Да, значит, пейте и думайте, что бы вы хотели узнать. Я боюсь вообще знать что-то. Давайте о прошлом. Нет, о прошлом. Как всегда, начинаются влезать какие-то... Во-первых, вот прошлое, кстати, очень... Давайте о настоящем. Вот, о настоящем. Это интереснее. Будет ли у вас что-то... Часто говорят... Прочлое очень часто попадает, а вот будущее редко. Вот я вот как бы так вот сказала по этим вещам. Почему интересно? Где вы берете на чудесный кофе? Вот и приходите ко мне. Мы на самом деле проверяем новый цианит, Антон, на вас. Проверка пошла успешно. А может, надо дождаться, когда это осядет, или это прям вот и надо поглощать? Ну, такое облако гуще. Сейчас попробую, я действительно яд сготовила. Да, ну ничего, жалко, конечно, талантливый человек был. А это то, что вы намололи, это то, что вы намололи. Я сейчас думаю только об одном, как бы сердце выдержало. Подождите, он сейчас все выхлебает. Там на сколько надо? На сколько надо? Я два глотка сделаю. Еще, чуть-чуть. Еще, еще. Ну, поставьте потом. И весь организм такой... Нет, Доха, не надо. Мыши плакали, но продолжали кушать кактус. Кошмар. Нет, нет, я дойду до финала, я же упертый. Но до финала каждого дойдет. Еще можете глоточек сделать и достаточно. Да. Ух! Кофе окроляет. Я думал, зачем там два блюдечка, а вот зачем. Да. Итак, барабанная дробь. Сейчас мы переворачиваем. Что-то такое вылилось. Это весь негатив вышел из него, да? Да, да, да. Это весь кофе, который мог быть во мне. С тех пор он не пьет кофе. Теперь должно все стечь. Пусть стечет немножко, мы пообщаемся, подсохнет, и мы потом с вами начнем. А чем отличается отливание на воски от гадания на кофе? Это что вообще за две процедуры такие разные? Ну, вы знаете, это все идет от наших мозгов. Хоть на чем, мне кажется, можно гадать. Вот ты загадал что-то, вот я сейчас возьму, например, спички. Если парное, исполнится желание. Если не парное, не исполнится. Я так думаю. Это все внутри нас. На воски тоже гадают. Бывают корабли на Старый Новый Год или... На Рождество гадают. На Рождество гадают. На Крещение. На Крещение. Взял, растопил воск, вылил над собой или так. Разницы нет, я так считаю. Вышел корабль, значит, будет в этом году путешествие. Вышла какая-нибудь фуражка. Значит, если человек загадал замуж за чиновника или военного. Ну, как бы так, наверное. Если кошка, то опасайтесь, будет у вас какие-то вещи такие, что могут поцарапать. Нужно только гладить всех вокруг. Если фыркнешь, то пострадаешь. Тебя поцарапают. Ну, примерно так. А воск, это для чего используется? Воск, значит, когда я варю кофе на кофейной чашке, бывает очень много сглаза. Бывает порча, бывает и чёрт прямо в стакане. Бывает голова не очень приятная. Это вот прям видно, откуда войдёт. Если воскли ручки, это от родных. Если напротив ручки, это кто-то чужой человек, я начинаю отливать. Вот мужчин в понедельник, вторник, четверг – это мужские дни. А женщин – это среда, пятница и суббота. А про ручку я так понял, что воск тоже где-то в чашке какой-то? Нет, воск – это совсем отдельное. Нет, вы говорите, если ручки, то это… Это про кофе, видимо. Нет, вот смотрите, если возле ручки, например, голова чёрта, это родной человек. Вот стакан делится, что ближе к ручке – это родные, что далеко – это чужие люди, казённые стороны. А вот есть разница над ней или там? Одно у вас – это вот ваша душа. И что там у него с душой? Вы очень мечтаете много о дорогах, вот видите? О дорогах? Да. А как вы это поняли, это по внешнему краю, да? Сейчас я вам скажу. Вот смотрите, возле ручки вот дорога. Одна будет у вас дорога, вот она. Чистая, хорошая, лёгкая. Мечтая у многих, а в результате одна. Да, потом одна с препятствиями. Вот видите, вот тут вот гуще. Тут даже обезьянка у вас тут. Обезьяна, она же такая вот играет, такая тоже не очень… У меня брат родился в год обезьяны. Ну характер какая имеете обезьянка, как вы считаете? Лицемерный. Ну, проказница. Вот проказница такая вот, нечёткий человек, в общем-то, на него не понадеешься. И у вас дорога будет, что-то вам скажут, вы едете, а потом немножко переиграется, вы будете злиться. Ну, с большим трудом поедете. В любом случае. Да. Америка, жди меня. Кстати, у вас действительно есть ангел-хранитель, их два. Они не спорят между собой, нет? А то бывает же, когда две сигнализации над думышем уставишь, и начинаются проблемы. А всё может быть. Да вы что? Да, всё может быть. Я чувствую себе иногда раздвоение какое-то. Пойдём сюда, нет, сюда пойдём. Так у вас ещё и раздвоение. Да, я слышу эти голоса. Ну, вы меня просто вдохновляете, Антон Митнёв. У вас четыре человека в голове, за которых вы переживаете сильно. И ваша цифра пять. Да. И ваш день пять. Я про этот пять слышал, действительно, когда мне было 11-12 лет. Так. Я нашёл потом карту пять червей. Мы на одной сцене выступали, там всё разобрали, и в результате передо мной лежит пять червей. Я сохранил эту карту. Ну, потом у меня интересные случаи начались. Ничего в этой жизни зря не бывает, знаете, вот об этом. Да. Вот мы тут сидим, мы не зря сидим. Вот ничего в жизни зря не бывает. Конечно, график. Если, например, я вот люблю Станислава Кохеля. Он всегда говорит. Вот не надо бежать за уходящим автобусом. Это не ваш автобус. Так и в жизни. Если что-то не получается, значит, нужно эти вещи отпускать. Когда идёт с трудностями, отпускайте. Конечно, говорят, без труда не выловишь рыбку без труда. А у нас в театре, знаете, по-другому наоборот говорят. Чем труднее рождается спектакль, тем больше будет успех. Нет, ну, это нормально всё, конечно. Это успех, всё. Это понятие растяжимое. Ну, какие-то вещи. У вас, я почему говорю, вот у вас то, что вот эта вот пятёрочка, да, это значит пятница день. Но у вас нехороший день вторник. Кто придёт к вам, скажет, займи, Антон, деньги. Во вторник. Да. Скажи, нет, не дам. Завтра прийти? Завтра приходи. Это будет у вас как бы уходить денежный поток. Все телезрители будут знать, что деньги у вас занимаются в другие дни недели. Пусть знают. Ребят, по вторникам не звоните. В другие дни недели вы точно не откажете. Ну, там. Да, там нет. В пятницу, наверное, точно. Вот. Я могу вам показать эту пятёрку. Вот. Хотя я и визуалист, я как-то не вижу этой пятёрки. Вот смотрите, Кариночка, вот он пятёрку, вы видите? Покажите, пожалуйста, мне очень хочется, чтобы он её увидел. Ну, смотрите, там же пятёрка. Ну, то есть она как, на чёрной смотреть или на белой, я не пойму? На чёрной, на белой. Да, нужно, да? Да. А вот она, пятёрочка. Вот она, Антон. Вот, видите, вот чёрный. А, всё, вижу. Слава Богу. Всё, ребят, на кассу надо смотреть на чёрные, а не на белые. Да, на чёрные. Белые полосы. А, я, это мой минус, я не сказала на чёрные или на белые. Ну, какие-то вещи я и на белые смотрю, смотря что. Потом у вас вот буква Н и В. Опять Н. Опять Н. Это не ангелы-хранители, нет? Ангелы-хранители. Н и В. Да. О. Нэ, кстати, что нэ. Надо поковыляться. Знаете, я ездила, сейчас мы немножко отлетаемся. В Туркестан. А мы там делали ритуал, резали барана. И там женщина как бы бота даёт. И она вот начала говорить про моих предков. И она говорит, твоего дедушку звали Филос. Она, во-первых, как бы женат её зовут. Она имени этого даже знать не знала. Когда вот она вот разговаривала, она говорит, Филос. Я приезжаю домой, говорю, мама, у нас был дедушка Филос? Она говорит, да, он был поваром. И она говорит, он тебе помогает, когда ты готовишь. Иногда вот встал и что-то начинаешь готовить, так готовится вообще с полпингом. Какие интересные факты, да? Да, вот это действительно вот. Так что вот это вот НВ над вами стоят. Это может прапрадед вас. Не обязательно там кто-то знал, да, как бы так. И оба мужчины, да? А это обязательно, да, у женщин, женщины, у мужчин, мужчин? Нет, разницы нет. Был такой случай, я одной клиентке смотрела на кофе. И у неё был ангел-хранитель, он так показался, он недавно умер. И он уже на дне стоял. У него не было ноги. Я ещё говорю клиентке, говорю, вот ангел-хранитель, я не знаю, или он неуверенный был, но я не могу сказать, что я сновидящая. Просто что вижу, говорю, ну, как бы так. Как на одной ноге стоит. Она говорит, у него ноги не было. Я вообще болтала. Я сама поражаюсь этим вещам. А они очень были тесно связаны во всех отношениях. Она вот за ним до сих пор вот плачет. Ну, вас ждёт денежная прибавка. Это не потому, что я вас лечу и хочу вот прям во всеуслышание сказать, как хорошо и денежная прибавка. Вот этот вот комочек, вот он, комочек, видите? Да, вот я его вижу. Это денежная прибавка. Это прямо даже, может быть, подарок. Как вы поняли, ну, там комочков уже много, а почему нет? Нет, вот он прилипнет, это прилипнет что-то к вам. Он один такой, Антон. Что это к вам прилипло? Вот тут вот комочек, да, можете поближе сделать. Вот он. Это вот прямо денежная прибавочка будет. Ну, им тоже интересно. Конечно, да. Теперь по поводу вашей работы актёрской. У вас действительно, ну, как кардиограмма. То вверх, то спад. Вот как-то вот так вот. Ну, народ пойдёт, и у вас прям будет прямо вот звёздочка. Очень хорошая. Вот это я вижу. И у вас в руках как перо. Что-то будете писать. Или пишете, или писать. Я не знаю, что-то такое в будущем у вас. Пишите, Антон, пишите. Пишите, Сеня. А вообще у вас есть вот стихи или что-то? Есть, есть, есть. Есть такое? Нет, просто само. Нет, ну вот работаем сейчас над очередной книгой с Кренершинной совместно. Ну, перо красивое. Перо красивое, это значит по делу всё. Бывает поломанное. Значит, я бы сказала, не стоит за это браться. Оно разломано. Кстати, Елизавета, получится у нас с Антоном презентовать в Москве в этом сентябре нашу совместную книгу стихов, которая называется «Сборник стихов. Двойная сплошная». Есть ли там что-то про это? Это я сейчас чуть позже, прям пальчиком открою. Я так делаю. Очень важно, когда человек что-то загадывает, и очень важно, когда ты загадываешь что-то. Это ответ. А бывает, не загадываешь. Просто человек попил, перевернул, и не знаешь, что к чему привязать. Это тоже важно. Извините, а пальчиком это что? То есть вы сковыриваете что-то? Я вот беру вот так вот пальчик свой, и вот так вот делаю. Вот так вот, к примеру. Вот что тут выходит, и что тут. Ух ты, это новый метод какой-то для меня. Это всю жизнь так. Вы как бы говорите, вы вдвоем, но втроем. Три человека будут иметь отношение к этому сборнику. Алекс Берхран Громов. Вот это же сглаз, Антон. Сглаз есть, да, все-таки? Вот два, теперь смотрите, где белое. Вот белое, видите, как мордочка. Вот два пятнышка, и вот как ротик. Увидели? И это сглаз? Это сглаз. Он сейчас существует или будет? Он, во-первых, свежий, потому что возле ручки, рядом. Но главное, у вас дно не темное. Потом вы думаете, что-то вас неприятное гложет. Но это... Но это всех гложет. Это всех гложет. Все в этом кризисе. Я хочу хорошее сказать. Тут как бы мышка. Вот где темное, вы увидите мышку внизу. Да, я вижу. Вот она, мышка, видите? Да, я вижу, вижу. Мышка, когда мы ее видим, она же нам неприятна. Так. Когда мышка с хвостом, это какая-то неприятность с последствиями. Она у вас... Без хвоста, я так думаю. Как бы, да, вот сейчас оторвется хвостик. Что-то будет, но оторвется потом проблемка эта. Это точно, я вам говорю. Все. Она практически оторвалась. Я уже понял, про какую. Да, потому что вот. Дальше. Так что тут много животных. Естественно, черепаха. Тут у вас зоопарк целый. В смысле, черепаха? Развели зоопарк. Я медлен. Черепаха, это несет медлительность. Неопределенность в чем-то. У вас, значит, какой-то в голове, может быть, есть проект, который вы не знаете, как начать, что начать. Черепаха, когда бывает вот здесь, большая, это исполнение вашего долгожданного желания. Но она пока у вас внизу. Еще такое, все свеженькое такое. Но ничего, продвинется что-то. Где-то через дней пять у вас какой-то процесс пойдет, связан с черепахой. Я просто объективно, что вижу, говорю. Можете потом спросить у меня, потому что я же не знаю, о чем говорю. Теперь с седьмой месяц и восьмой очень у вас будет насыщенный. Летом не отдохнете, это точно. И Юля, а у вас? Очень насыщенный, прям как мельница. Репетиции. Мюзиклов. Как мельница, вот так все у вас завертится. Видите, не поедете вы никуда. Нет, может быть, это с этим связано? Ну, как бы я не знаю, вот мельницу, я вижу все как-то вот даже вообще. Ну, в принципе, стакан такой неплохой у вас. Неплохой? Неплохой. Хорошо. Перспективный. Хорошо. Все вам вещают о перспективах. Да. А с чем связаны его перспективы? Так, с чем связано? Ну, пусть он ко мне походит, потом будем кофе пить, потом я, может быть, точно скажу. Он, во-первых, вот когда пьет человек первый раз кофе, все, что необходимо, он узнает. А потом, когда вот он выпьет второй раз, более-менее детали выходят конкретно. Кстати, на кофейной гуще, когда ты хочешь про себя узнать, пьется правой рукой. Если вы хотите узнать про свою жену, пьете левой рукой. Ну, и когда вот ты пьешь, просто иногда я вот так кофе пью, когда тяжело, просто переворачиваешь стакан, и уже легко. Оно очищает негатив. Кофе забирает. Знаете, почему это происходит? Я так понимаю, что за всю вашу практику вы столько кофе уже перепили, и когда вы так вот переворачиваете, И аркадинец говорит, фу, наконец-то бросили. Поэтому вот в Грузии, в Армении это очень, вот они пьют, переворачивают, не обязательно смотрят. Оно очищает. А есть какой-то словарь, да, вот по картинкам? Колковый словарь? Конечно, есть. Даже можете в интернете забить значение. Я забивал, знаете, у всех по-разному. Да? Вот меня что удивляет. Ну, у меня своя интерпретация, в общем-то, как бы так. У меня, если животное, вот бывает бык, он имеет и отрицательную... И золотой телец, с другой стороны. Да, и еще бывает, кто по гороскопу. Бывает бык, когда темный, ты что-то настырничаешь. Зря ты это делаешь, я бы так сказала, не стоит, отпусти. Если светлый бык, то ты правильно идешь по правильному пути. Если он вверху, то это скоро будет. Если он внизу, то будет очень долго все это идти. Ну, смотря, тут в стаканчике, в этом, тут одно значение имеет, там другое. Это все времена. Ну, я понял, да. Есть внешняя сторона, внутренняя, насколько ближе к краю. Все имеет значение. А на какой срок вы смотрите, Лиза? Вы знаете, я вообще кофе, это греха тут нет. Когда ты гадаешь на кофейной гуще, греха нет. Это еда. Мне всегда говорила моя бабушка. И бывает три месяца, бывает на дольше, бывает еще дольше. Как человек выпил. Ну, вообще на ближайшее время. Как-то вот так. Бывает на год, на два? Вот я на год, на два нет, как-то вот полгода вот самое много. Но бывает и дольше. Бывает, человек выпадет. Вот, например, пришла девушка, говорит, у меня детей нет. Я говорю, у тебя будет, я вижу. Ну, прошел год, только тогда она родила там. Нет, забеременела. Через два года там она уже имеет ребенка. Бывает так. С чем ты пришел и что ты хочешь узнать? Как-то так. Вообще очень выгодно. Слушайте. Бывают медиумы, которые всю жизнь тебе прискажут за один сеанс. Да. И потом клиент ушел. А тут каждые полгода приходят. Ты ну-ка еще разок на полгода. Да, на самом деле, да. Нет, вы знаете, я не буду как бы хвалиться, но это все изнутри идет у человека, я так считаю. Вот он пришел с Верой, и он на тебя смотрит и слушает. А отливать на воски я начала так. У меня бабушка и прабабушка не лечили. К моей прабабушке не ходили люди, но она лечила очень сильно. А бабушка, она лечила детей от сглаза, от всего. И ко мне пришла подружка. И говорит, Лиза, мне так плохо. Я говорю, да я тебе отолью. Вспомнила я, как бабушка делала. Воск взяла, отлила. Вот после этого она уснула. Думаю, ну надо же. Извините, а когда отливали, какая-то молитва шла? Да, как бабушка читала, я вообще не могу сказать, что мечтала и хотела. Ну я просто с доброй души человеку хотела помочь. Но ей было очень плохо. Думаю, ну я ее отолью. Как-то вот само собой это вот происходило. Лиза, я знаю, что вы, к тому же, имеете психологическое образование. Очень люблю психологию. Да, и вы работаете с клиентами тоже как психолог. Естественно, в семье у всех у нас идут трения. Вот между там папой, моим сыном, там еще что-то. И я хочу всегда какую-то серединку найти. И у меня мои там вот люди, они долго не общались. Я думаю, вот я в психологию сдалась. Мне нравится психология, как разобрать, как эту ситуацию развертеть. Ну в конце концов, какие-то ключи я нашла. И начала вот заниматься психологией, да. А, ну скажем так, давайте я проведу тест. Так, ну вот представьте, вы в пустыне. Представьте, в чем вы одеты, что вы видите и ваши ощущения? Как я в пустыне. У меня белая одежда такая вот, как у бабуинов, да, сейчас закрытая. Закрытая, да? Ну, глаза открыты, нос открыт, а все остальное закрыто. Солнце, не жарко. Есть ветер, который раздувает меня так хорошо. Мне хорошо. А что вы видите? Солнце, очень голубое небо, бескрайний гонизон. Где-то там далеко пальма одна. Угу. Вот вы идете, видите обувь. Свою. Лежит на песке. Вы ее оденете или мимо пройдете, или с собой возьмете. И какая это обувь? Ну это сандалии белые. Наверное, оставлю. Идете дальше. Видите кувшин. В нем вода. Какого размера кувшин? Кувшин открытый. Кувшин закрытый. И там вода холодная, теплая. Какая вода? Хорошая, плохая. Будете пить, не будете пить. С собой возьмете. Что вы будете пить? Хорошая вода? Так, какого размера кувшин? Кувшин вот. Вот такой вода? Вот такой. Такого кремового цвета. Вкопан наполовину в землю. Вода чистая, прохладная, вкусная. Пью. А закрытый, открытый? Открытый. Открытый. С собой берете кувшин? Нет, оставил обратно. Идете вы, идете, видите забор. Какой это забор? Высокий, низкий. Из чего сделан? Тащатый забор. Где-то у меня по подбородок. Ну как в деревнях. Вот так. Деревянный. Деревянный. Вы должны попасть вовнутрь. Как вы попадете? Перелезу. Что? Перелезу. А, вы перелезете. Хорошо. Видите лошадь? Какого она цвета? Что вы будете с лошадью делать? Белая в яблоках. Белая? Белая в яблоках, да. Ну такая. Ноги уже синеватые такие. Ну как в яблоках. Ага, подняла. Синеватые. Белая грива. Также морда. Нюшка такая темная. Напоите ее. Покормлю ее. А, покормите ее. И напою. А, напоите, хорошо. И возьму с собой. Возьмите с собой. Сядете и поедете, да? Нет, заповеду под усы. А, под усы поведете. Идем дальше. Идете вы, и вы видите воду. Это может быть и речка, и водопад, и озеро, и океан. Что угодно. И вы должны, вот, что вы, какую воду видите? Рябь по воде, это водоем, большой, может быть, озеро. Почему-то там есть часть камышей слева, отражается солнце. Лошадь будете поить, там купаться, или что вы будете делать? Да, да, да. Да, сажусь на лошадь, купаюсь на ней. Вы с пустыни шли, шли, и что пришли вы дальше? А я для этого сюда шел, что ли? Нет, я залез на лошадь, и мы в нее зашли, вот, в воду. И она там пьет, я ее мою. Угу, понятно. Ну, теперь слушайте. Так началось. Пустыня – это наша жизнь. Вы говорите, что вы в пустыне чувствуете себя комфортно. Значит, вы в жизни чувствуете себя комфортно. Вы не мучаетесь каким-то вещам. Вы говорите, у вас белое одеяние. Вот вы закрыты, да, только глаза, слава богу, открыты. Бывает, люди все закрыты, и ничего не хотят видеть. Нет, и нос еще тоже. Да, и нос. Вы постоянно страхуетесь и боитесь обжечься в жизни от людей. Вы не доверяете и постоянно себя контролируете в высказанном. Ну, это нормальная идея. Бывает же бла-бла-бла, не думая, что-то говорят, а вы как бы контролируете. И вы реалист в самом деле. Глаза у вас не закрыты. Бывают жачки, люди одевают. Теперь дальше. Вы идете, видите обувь. Обувь – это ваше прошлое. Вы прошлым не живете. Это очень хорошо. Вы ее оставили. Люди, бывает, одевают. Это постоянно вспоминают обиды какие-то, постоянно говорят об этом, если бы он надел обувь эту. А он оставил. Он тут же забывает. Ну, наверное, так будет, я не знаю, но по тесту так. Да, да, есть пока. Кувшин – это ваша душа. Вы попили воду и оставили. И у вас кувшин открытый, у вас открытая душа. Мне это очень понравилось. Поэтому от людей страхуются. Боятся, как бы не надавали. Не наплевали в душу. Да. Я в душу вам. Да я же не доплюну. У некоторых там говорят, она вонючая, она зеленая, я пить не буду. Это его душа такая. Это вот он вот так. Ну, хорошо. Дальше идем. Он, значит, забор – это ваше желание. У некоторых вот такие заборы. Он говорит, я не могу перелезть. Я не знаю, как я перелезу. Это значит, человек боится препятствий, и он не уверен в себе. А вы говорите, я перелезу. И он вот так. Какие-то вы цели ставите, вы не бойтесь. Идите вперед, и вы добьетесь, что вы хотите. Вот я бы так сказала. Так, быстро встал и пошел вперед. Кто-то красивый забор. Когда я обойду, там красивый забор. Значит, он вот так все красиво делает, и выход сюда найдет красивый. Лошадь – это ваша или спутница? Вы любите светлых женщин. Белокожих. Белокожих, да. Потому что у меня были и рыжие, и светлые, и темные, неважно. Белокожих. И вы говорите, она у вас, лошадь, немножко как яблочко, да? Да. Ну, не чисто белых, как бы я так сказала. И любите, чтобы она… Мне нравятся лебеносы, так сказать. Да, лебеносы. Чтобы она выделялась, ваша женщина, какой-то индивидуальностью. У вас это очень прельщает. Вот как-то так. То, что вы ее напоите, это хорошо. Теперь дальше. Да, чтобы индивидуальная была вот у вас женщина. Озеро – это вода, это ваша сексуальность. Кто-то ногу помочил, я говорю, вы не сексуальны. А кто-то вот просто попил, говорит, я постою, пусть лошадь попьет. А я так немножко помочусь. Ну, а кто-то, конечно, водопад видит, под водопад стоит. Ну, это у каждого свое. Как бы так. Ограничений нет. Что мы хотим, то и получаем. Ну как, вы довольны методикой? Да. Удивительно, я всем доволен сегодня. Слава Богу. Ну, давайте рубрику «Прокуратор». Мы вам задаем какие-то колкие вопросы, вы отбиваетесь. Потом меняемся ролями. И вы уже задаете вопросы нам, как будто мы люди, которые гадают на кофейной гуще, как будто мы психологи и так далее. Итак, кофейная гуще. Многие считают, что кофейная гуще есть более солесообразное применение. Можно в быту, в хозяйстве почистить ванну, говорят этим. Потом, если посадить морковь и туда гуще накидать, то морковь будет без черных пятен. Потом, говорят, даже в ТЭЦ используют гуще, чтобы перерабатывать, и потом энергию вырабатывать. И говорят, ну, ерунда. Вот это вот все, вот это вот высыпать, смотреть и так далее. Все это ерунда. Что вы им ответите? Что я им отвечу? Ну, пускай они так думают. Но когда им будет тяжело, не обязательно придут и попьют кофейную гущу. Я так думаю. Скажите, Лиза, а вот если приходит к вам скептик и говорит, что на самом деле судьбы не существует, а как вы, специалист по гаданию на кофе, вы верите в судьбу? Или это все-таки только возможности показывают? Я думаю, мы можем корректировать судьбу. Ну, ее не исправишь. Все-таки есть что-то уже прописанное. Вот уже родились вот с хиромантией, да? Уже у нас тут все уже написано. Что-то исправим, но не все. Вот, например, дата рождения, дата смерти мы уже никуда не денемся. А какие-то вещи мы можем откорректировать. Это от нас зависит. Я так думаю. А какие-то вещи нет. А вот многие люди считают, что, в принципе, сейчас в современном мире можно обучиться чему угодно. Хоть кролика обучить игре на скрипке, да? Да, говорят, что каждый может это делать. Или все-таки это какой-то дар? Шарлатанов сейчас очень много стало. Очень много. Нет, а любителей, которые могут достичь профессионального уровня? Да, в общем-то, я думаю, это не каждый, нет. Кто-то любит деньги и начинает говорить, что я вот такой вот, потому что он любит деньги. Но это все шарлатанцы всегда выходят наружу, в общем-то, так. Я сама не верю никому практически. Никуда я практически не хожу. Потому что даже послушаясь, что-то вот... Каким-то вещам я верю, каким-то вещам, а каким-то нет. Что точнее, там, какой-то другой вид магии, магии, типа Таро, да, либо кофе? Таро – это очень сильные вещи, конечно. Но у них очень надо разбираться и иметь очень большой стаж, я так думаю. А это сложные вещи. Гадать на Таро. Начинающим, например. А потом, если у человека есть какая-то энергетика такая теплая, или что-то в нем есть, у него это получится. А если у него нет, то не получится. Нельзя научиться. Если у человека какой-то... Я сейчас так точно скажу. Если у человека есть дар какой-то малейший, человек чувствует интуитивно или что-то еще, и он это будет развивать, у него это получится. А если он далек от этого, и вот захотел, все это индивидуально, мне кажется, не у каждого это получится. Нет, но я про то, что что точнее, насколько кофе точнее других, допустим, инструментов, которые прибегают к косыкам, Пусинам. Что точнее? Да. Почему-то кофе, насколько точнее остальных? Мне кажется, кофе самое точное. За это каждый говорит. Все видно. Нет, но тут же картиночки, я же вам, к примеру, пятерку сказала, да? Вы увидели ее. У нас просто приходят другие медиумы, которые тоже видят картинки. Только мы их не видим, а они говорят, что есть. А я же вам показываю. Да, вот только этим вы берете. Вы фактами берете. Я фактами беру. Я люблю факты. Теперь вы нам задайте какой-нибудь вопрос, как будто мы специалисты по гаданию, а вы Фома неверующий. Ну вы сами как чувствуете, что сильнее? А Таро или кофе? Вот как-то так тоже могу спросить. Вам на Таро еще не гадали, по-моему? Нет, на Таро мне не гадали. Но ваше мнение? Я думаю, это разные вещи. Да, это все разные вещи. Это разные вещи. Я думаю, про то, что Таро, он все-таки имеет, эти карты имеют цель на то, чтобы как-то воздействовать и решить какую-то проблему. А кофе просто сканирует прошлое, будущее, настоящее и показывает. Не исправляя какие-то недостатки, а просто подсказывает. Вот другая цель. Может быть. Потому что человек иногда приходит, ему говорят, и он уже потом задумывается, наверное, я вот так сделаю. Он может исправить какие-то вещи. Вот мне нравятся бобы. Вот раньше на бобах. Бобы тоже правдивые вещи. Вот как-то вот я к ним более теплее отношусь. Народный метод. Да. Ну, то же самое кумалах. Это вот в мусульманстве камни особые. Камни, ракушки, на которых гадают, читая Коран. То же самое там интерпретируют выпавшие камни. Если большинство светлых, что значит, что-то будет хорошее, позитивное при ответе на вопрос. Так вот, теперь камни-цыганка вот приходила, я поняла уже все заканчиваемое. Она принесла камни и, нет, бобы. И там были такие цветные бобы, она говорит, вот твоя дочь будет жить, где красная земля. Так и получилось, хотя я не планировала. Как-то вот бобы у меня ассоциация теплая. Но мне кажется, что здесь больше зависит не от метода, который используется. От того музыканта, который играет. Да, потому что я встречала и специалистов по гаданию на кофейной гуще, которые мало что могли вразумительного сказать. И якобы специалистов на таро, которые тоже могли очень все-таки так вот просто, не то что пенка, а два пузырька увидеть сверху, в общем, совершенно в общем ситуацию обрисовать. И встречала таких специалистов по таро, которые могут вплоть до сделать расклад, как у тебя день прошел. И все в точности, в какой половине дня у тебя был, кто с кем-то говорил конкретно, конкретно, вот так вот. Вот. И я, Лиза, вас очень благодарю, что вы пришли на нашу передачу «Избранный», потому что вы одна из лучших специалистов по гаданию на кофейной гуще. Вот. И я желаю вам огромных успехов в дальнейшем. Желаю, чтобы вы успешно переубеждали вот таких вот неверующих, как наш сегодняшний Антон. Все-таки вы как-то впечатлены, да, оказались сегодня? Да, я скажу так, что, по-моему, слово «специалист» к вам не применимо. Почему? Потому что когда все так душевно, вроде как… И душевный специалист. Само проявлялось, само из себя вытекало, как-то так все. Мне понравилось, может быть, еще и как-то темпоритом вашего существования, извините за термин, как-то такой спокойный и в то же время действенный. Спасибо вам за то, что пришли. И вам спасибо. Мне было очень приятно пообщаться. Как все взаимосвязано в нашем огромном, многосложном мире. Казалось бы, реально только то, что мы можем воспринять нашими глазами, услышать ушами, потрогать, понюхать. Ну, не так все просто. Насколько интересен факт, что жизнь человека, его судьба расписана в линиях на его ладонях? Насколько интересен факт, что на расплывшемся под опытной рукой воске, на кофейной гуще, на чайной гуще отражается вся наша жизнь, все возможности нашего выбора, а также невозможности этого выбора, то, что именно судьбой и называется. Если у вас в жизни возникли сложности, не стесняйтесь обращаться к специалистам, даже к очень душевным специалистам, и мы к ним особенно, которые дадут вам столь необходимую информацию. Информация очень ценна, особенно в наш век. Парадоксально, особенно в наш век, когда кажется, что информация с избытком вокруг. Но в этом огромном море информации необходимо уметь ориентироваться и собирать самые ценные крохи, которые для вас наиболее важны. Развивайте тем самым свою осознанность, станьте хозяином тех перемен, которыми вам дозволено пользоваться свыше. Оставайтесь с нами. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!